Азербайджанский композитор Всего Узеир Гаджибиэли написал три опереты – «Муж и жена», «Не та, так это» и «Ашин Малалан». Все эти произведения занимали особое место в нашем репертуаре на протяжении всей истории Национального музыкального театра, в том числе и сегодня. Несмотря на то, что прошло уже сто лет, каждый раз спектакли с большим успехом принимаются зрителями и не теряют своей актуальности. Мы можем обрадовать наших читателей очень приятным известием. У нас, наконец, будет театр. Настоящий театр со всеми необходимыми удобствами. Так, начинается статья в газете «Каспий» от 18 апреля 1882 года. Первый в стране театр был построен известным азербайджанским нефтепромышленником и меценатом Гаджизи Налабдином Тагиевым. В легенде был даже написан гимн, который звучал всякий раз, когда Тагиев входил в театр. Здание горело несколько раз и столько же раз перестраивалось. С 1960 года именно сюда переехал театр музыкальной комедии. В 80-е годы 20 века здание театра было признано аварийным. На его месте был возведен новый театр, известный сегодняшнему зрителю. А в 2013 году после капитального ремонта переименован в Азербайджанский государственный музыкальный театр. Музыкальный театр – особый вид искусства. На протяжении всего спектакля действие сопровождает игра живого оркестра. У нас есть балетная труппа, хор, который участвует в различных постановках. Работа в музыкальном театре требует от актера высокого мастерства и таланта. В драматическом театре достаточно просто быть хорошим актером. Но здесь нужно быть и музыкантом, исполнять музыкальное произведение вживую с оркестром, быть пластичным, ведь во многих постановках актеры исполняют хореографические номера вместе с танцорами. Я люблю музыкальный театр, мускомедия. У нас особый ритм, потому что музыка задает ритм, танцы задают ритм. И вот счастливые моменты эти нас делают молодыми счастливыми. Для меня это особенное место, потому что я скорее пришла вообще в искусство именно как певица, как музыкант, как пианистка. А потом уже, так как я стала работать уже в театре, уже как актриса. Поэтому музыкальный театр для меня очень большую роль играет. Свою работу я начала в Агдамском государственном театре имени Абдурагима Бека Хаквердьева. Но после того, как Агдам был оккупирован Арменией, я была вынуждена переехать в Баку и связала свою жизнь с музыкальным театром. Выступать на этой сцене, которая помнит таких наших корифеев, как Насиба Зейналова, Башир Сафаруглу, Хаджбаба Багиров, не только для меня, но для всего нашего коллектива – большая честь. Театр с более чем вековой историей сегодня продолжает развиваться, идя в ногу со временем, и в то же время бережно сохраняет традиции. Спектакли в театре играют сразу на двух языках. Здесь две труппы, но есть и универсальные актеры, которые принимают участие в постановках как на русском, так и на азербайджанском языке. Мы как бы дополняем друг друга. Это мастерство делится, то есть мы друг у друга черпаем что-то. Вы понимаете, национальную культуру, национальные интересы, и мы обогащены вот этой работой. У нас очень хороший коллектив, мы стараемся работать, стараемся быть сплоченными, чтобы не было никаких конфликтов. И больше спектаклей. Мы живем сценой, мы артисты любим. Вот мы проиграли спектакль, пришли домой, совсем другое настроение. Бывает, актер приходит с плохим настроением, выходит на сцену. Сколько раз у меня было таких случаев. Что-то дома, какие-то конфликт, что-то неладное дома. Выходишь на сцену, и все забывается. В какой-то момент, часа два, два с половиной, ты уже ни о чем не думаешь. В марте 2019 года по распоряжению президента Ильхама Алиева Азербайджанскому государственному музыкальному театру был присвоен статус академического. Для нас это в первую очередь большая ответственность. Спектакли должны становиться еще профессиональнее, и я как руководитель театра уверен, что коллектив справится с поставленными перед ним задачами. От всего сердца хочется выразить благодарность. Нашему президенту в преддверии праздника это распоряжение стало для нас большим подарком. Это внимание, это высокая оценка нашего труда со стороны главы государства очень вдохновляет. Сегодня в театре идет работа над подготовкой сразу нескольких премьер. Репетиции идут полным ходом, и все для того, чтобы новый спектакль зритель увидел уже до конца сезона. Мы приступили к постановке спектакля «Пятимонатная невеста» в постановке заслуженного деятеля искусства Аскера Аскерова. Автор либретта – Мамед Саид Ордубади, композитор – Саид Рустамов. Конечно, это произведение, написанное в прошлом веке, оно прошло редактуру для того, чтобы быть созвучным сегодняшним днем. Времена меняются, но есть темы, которые всегда актуальны. В основе пьесы – подготовка к свадьбе. Родители, конечно, хотят выбрать лучшую партию для своих детей, но победу, безусловно, всегда одерживает любовь. В репертуаре театра спектакли самых разных жанров – это и серьезные драматические произведения, и детские спектакли, и театр абсурда. Сейчас в театре репетируют эксцентрическую комедию «Безнадежные пассажиры» по пьесе «Автобус» болгарского писателя Станислава Стратеева. Это музыкальная комедия, или даже, можно сказать, музыкальная трагикомедия, основанная на инверсивных модификациях. Я бы не сказала, что для нас это эксперимент, но зрители, конечно же, ждут и неожиданные решения. Мне кажется, что сегодня задача театра – не показать зрителю, каким он должен быть, а задать вопрос – а кто ты на самом деле? И в этом спектакле в условиях критической ситуации возникает вопрос – а кто ты на самом деле? Кем бы ты мог стать? А для самых маленьких зрителей в театре восстанавливают спектакль «Красная шапочка». В знакомой истории появятся новые герои и новые сюжетные повороты. Мы восстанавливаем спектакль «Красная шапочка», которая была поставлена где-то 20 лет тому назад. Она была с успехом принята зрителям, особенно детьми. Было впечатление масса. В прессе были сообщения, очень положительные. Сейчас мы это восстанавливаем. Почему? Потому что наш репертуар должен постоянно обновляться. Сейчас мы подходим к этой постановке с новой точки зрения. Плюс ко всему у нас появились очень молодые, перспективные актеры, которые украсят нашу сцену, украсят наш театр. Имен Сабитович Аглы написал музыку. Он писал на каждого из нас, на каждого актера эту музыку. И до такой степени он, талантливый человек, он писал несколько произведений музыкальных и показывал нам, и говорил. Говорит, это или это, что лучше. И мы даже вот «Зайцу» музыку оставили такую в кавказском стиле. «Балку брошусь, я навстречу». Потому что нам это понравилось. И это здорово. Азербайджанский государственный академический музыкальный театр активно заняты в международных проектах. По традиции именно здесь проходит международная театральная бакинская конференция. А в сотрудничестве с театрами России, Беларуси, Грузии и Ирана рождаются яркие совместные проекты. На нашей сцене спектакль поставил грузинский режиссер Гоча Капанадзе. Для постановки спектакля «Кавказская племянница» мы приглашали художника из Москвы. Наша недавняя премьера – спектакль «Маленький принц». Композитором этого спектакля стал Руслан Агабабаев, который уже долгое время живет в США, а хореограф – народный артист России Сергей Грицай. То есть я хочу сказать, что мы сотрудничаем со многими талантливыми специалистами из-за рубежа. И думаю, что эти связи продолжатся. Ежегодно в сентябре в Азербайджане проводится музыкальный фестиваль «Узея Рагаджибейли». Мы примем в нем участие со спектаклем «Сильва». Ведущую партию в нем исполнят актеры из Беларуси, которого мы специально пригласили для этой постановки. Сегодня Азербайджанский государственный академический музыкальный театр полон творческих планов. К реализации некоторых проектов приступят уже совсем скоро. А в следующем году коллектив театра торжественно отметит свое 110-летие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин